Бывают такие состояния, когда молчание затягивается. С одной стороны, это оставляет время сосредоточиться на теме, с другой стороны, это немножко обескураживает, потому что каждый думает, может быть, мне сейчас надо поговорить. То есть можно пройти еще раз по кругу, но не то, что кто-то один говорит, а остальные молчат. То есть все равно каждый должен почувствовать, что у каждого обязанность хоть что-то сказать. Нужно быть активными. Каждый должен понимать, что сказав что-то, я пробуждаю сердца товарищей. Необходимо участие. Мы проговорили, мы сказали уже по разу, еще осталось время, значит, еще раз можно дать время сказать, высказаться товарищам. И не надо слишком быть под давлением. Здесь важен дух. И проверка здесь может быть такая. Как, если мы говорим о той теме, о которой мы слышали раньше на лекции, как, с помощью объединения мы понимаем то, о чем говорилось в статье, намного лучше, чем слышали это от учителя. Когда он говорил об этом, мы поняли, ну, на каком-то уровне он нам упорядочил понимание наше. Сейчас мы понимаем внутреннюю часть, внутреннюю часть сказанного. Это важно. То есть, каждый должен показать, что объединение несет новые чувства, новый разум. В этом и есть вся суть этих упражнений, чтобы ты в конце концов понял, что ты выигрываешь с помощью объединения. Ты поднимаешься совершенно на другой уровень и разума, и чувств. У тебя нет того, что было раньше. Раньше ты был животным, а сейчас ты становишься человеком. То есть, абсолютно новое понимание на другом уровне.